Мы сейчас находимся в самом центре сердца Москвы, СИЗ-отель. Я знаю, что UFC сняли номера для всех бойцов турнира. И все для нас всегда снимают лучшие отели. Здесь очень дорогие номера, когда сезон около 100 тысяч за номер уходит. Да, в этом отеле отличная сауна для лесогонки, хорошие залы у нас, номера хорошие вообще. Организация номер один. И удобная доступность. Я знаю, что вот мы сейчас на Павелецкой, турнир проходил ЦСКА, это Автозаводская. Да. И в принципе отсюда было легко добираться до туда. Да. Ну, все предосмотрели они. Ты уже поздравил Забитых? Да, я его поздравил. Мы вчера сделали вместе совместный ужин. С ребятами все друзья собрались, посидели. Здесь на 33 этаже находится у нас из самых красивых мест в городе. Три, два, один. Можно? Можно? Рустам, я тебя приветствую. Здравствуйте. Заранее вообще вес сильно упал сам. Потому что, может, я находился в Таиланде и там очень жарко. И мне пришлось гонять не совсем много. Поэтому у меня и вес не поднялся тоже. Вот если я 70 килограммов сейчас сбрасывал бы там, в день боя, например, я был бы килограмм 70, такой худенький. А сейчас сегодня уже килограмм 80 я весил. И была бы, конечно, разница. Большая, да? Да, сейчас не чувствуется разница, потому что я заранее так вот подсушен был. И с огонкой вообще легко удалось. Я вообще даже с огонкой не одевал, когда вес сбрасывал. Просто тепло оделся. Я немного побегал, там в сауну зашел минут 10-15, и 3 килограмм последних у меня улетели. Я бы немного хотела вернуться к истории, к твоей истории становления в спорте. Для наших зрителей, возможно, для многих ты будешь таким новым персонажем. А я знаю, что ты начал заниматься спортом после того, как переехал в город, в Махачкалу, где ты поступил учиться. И ты начал заниматься спортом. Тебе тогда было лет 16-17. Ну, то, что я там дрался в Дагестане, этот бой, я вообще выступал 68 килограммов. Я вообще худенький тогда был. Этот бой именно не вошел в чердак. Сейчас, который вот именитые спортсмены, там, Зауров, а тогда еще такой спортсмен был у нас в республике. Еще там много ребят выступали там, наверное, в пределах 8-9 боев было в тот вечер. В 2007 году у тебя прошел первый бой. Это было на турнире в Дагестане? Да. Спустя буквально 3-4 боя ты попадаешь в М1. Как это произошло? Кто тебе помог попасть туда? Именно в М1 я попал там мой друг, который тренировался в Ростове в клубе «Легион». Он предложил мне поехать с ним туда и попробовать потренироваться там. Я у них немного потренировался, и они мне предложили выступить на М1 турнире. М1 Селекшн тогда был. Выиграл один бой, потом и так у меня началось второй, третий, потом я выиграл там Венера Галиева, третий, четвертый или пятый бой. Это было громкое имя тогда у нас. Тогда уже я очень серьезно отнесся к боям, и, конечно, ко мне начали серьезно относиться. Уже начали на международный уровень меня там вывозить. И там я начал результаты показывать. Буквально два года ты пробыл в М1, и по 2013 у тебя проходят четыре такие боя, они не привязаны к какому-то промоушену. И после этого ты попадаешь в UFC. Тебя заметили уже там для UFC? Ну, мы когда сделали заявку в UFC, у меня рекорд еще был 11-1. Они захотели, чтобы я закрыл это поражение. Обычно, когда у тебя поражение, надо двумя или тремя победами закрыть его. Перед тем, как мы заявку сделали в UFC, меня Грег Джексон познакомил с Али Абдул-Азизом. Он сделал заявку, и я в это время уже с ним начал работать. Но у нас не было контракта в то время, и по сей день у нас нет контракта. Я очень долгое время с ним работаю. Он в Америке нашел бои, потом в Индонезии, в NFC я подрался. Я свои бои прошел, там все тесты, которые они сказали, и меня подписали тогда в UFC, только вот так я попал туда. Твои эмоции. Вот тебя подписали. Первое, что ты сделал? Позвонил родителям, девушке, друзьям. Девушки не было. Я позвонил, конечно, братьям, сестрам, родителям, со всеми пообщался там. А они вообще понимали, да, что такое промоушен UFC и вообще охват успеха? Конечно, они уже знали в то время. Особенно мои братья, они очень сильно интересуются и увлекаются боями. Поэтому они понимали, о чем я говорю, конечно, больше, чем родители понимали. Ну, я был рад, и, естественно, у меня два раза больше желания появилось пахать. Я усердно уже начал готовиться к своему первому бою. Я был очень рад. Когда в твоей жизни появился Адлманат Магомедович? Как город переехал, я пошел в его зал, он там открыл боевое самбо, я начал там тренироваться. Как раз я один из первых был, кто у него начал тренироваться и выступать по боевому самбо. Ты приходишь в UFC, у тебя две победы. После двух побед два поражения. После этих двух поражений у тебя было шесть побед, эти два поражения. Как они тебе дались? Я знаю, что ты очень не переживал из-за них. На самом деле у меня в начале было три победы. Я проиграл Хендерсона, так как он был очень опытный боец. Первый мой пятираундовый бой и главный бой вечера. Я могу сказать, что у меня не хватило и опыта. Конечно, дисагонка неправильная была, потому что я очень сильно забился, отек. У меня такого никогда не было. Два раунда закончилось, и у меня ноги опухли, такие батные стали. Потом я приехал домой. После этого у меня начались проблемы с визой, как я прилетел домой. Пока с визой вопрос решался, я там нормально, не мог тренироваться. Но я ходил на бокс. Ты переживал, не мог нормально тренироваться? Это какое-то моральное состояние? Мы как-то пытались сделать там визу, все такое, туда-туда ездили, все делали. А Юйсин не помогает в таких случаях с визой? Они помогают, как раз таки они бой назначили, этот бой обломался в Америке, потому что мне визу они не смогли сделать. И мы решили сделать там бой в Бразилии. Я думал, это соперник тоже такой, я его пройду легко, то все. Я посмотрел его бои, он там в основном стоечник. Я начал там на бокс ходить, думал, вот бокс, что нужно мне для этого боя. Потому что мой соперник основном с рук нокаутировал своих предыдущих оппонентов. И я думал, мне нужно работать вторым номером, он будет с рук нападать, я должен контратаковать. Ну, я полетел в Бразилию, все, я так себе уверен был, что я думал, это очень легкий бой будет для меня. Но оказалось, у бразильца другой план был на бой. Он заставил меня ходить за ним, чтобы я на него нападал, а сам работал вторым номером. Когда я уже бросался, хотел ударить сильно его, он мне прыгнул ноги и повалил меня. И я такой думаю, я обычно всех сам валю, а тут меня он повалил. И вообще сильно разозлился, опять начал нападать, прыгать на него там коленями. Таким образом он все время бегал у сетки и раза в три или четыре повалил меня за три раунда. Так бой закончился, раздельное решение было, близкий бой был. Бразильцы ассистали моего соперника, своего же бразильца, вообще, да, недовольны, да. И потом после боя все мне говорили, ты выиграл этот бой, ты выиграл этот бой, я не знаю почему. В питание все входит, да? Да, в питание все входит. Ну, завтраки ходят, остальное уже все на дверь. Саша Волков, он москвич, и ему, получается, тоже все равно здесь сняли номер? Да, конечно. То есть независимо от того, твой город или нет, ты со всеми бойцами живешь вместе? Супер, ладно, а вы походите вокруг. Я знаю, что после того, как турнир прошел, вы должны были все вместе сесть и отметить. Вот мне, знаешь, что интересно, за столом были только там ребята-кавказцы или там вот Копылов, Саша Волков, они тоже вместе с вами отмечали? Я просто ни разу, может, не попадал, я не знаю. Я знаю, там вот здесь бары они, да, утропили. То есть не было такого, что вот после турнира вы собрались, и там Дана Вайт с микрофоном выходит и говорит, пацаны, вы молодцы, все бились до последнего. Он вообще был? Нет, он не был. А почему он не приезжает на некоторые турниры? Он, основном, бывает на номерных турнирах, если там бой за поезд. Шон Шелби присутствует на всех турнирах? Да, практически на всех турнирах. Он официально правая рука Дан Вайта? Ну, как вице-президент, как я знаю, там матчмейкер, он до 70 килограммов бойцов, он ведет. Он... До 77, кажется. Он, получается, имеет контакт с каждым бойцом, общается? Да. По именам я не знаю точно, здесь знает, нет, на лицо знает точно. Там я знаю два матчмейкера, которые... Один отвечает там за легкие веса и ниже, и другой оттуда уже выше. Я заметила, что в UFC, в принципе, очень много спорных судейских решений, но они как-то не выводятся до уровня апелляции, нету каких-то скандалов. Это потому что это авторитетный промоушен, это из-за этого? После Рамазана, имея его бой, который я видел, я считаю, он выиграл этот бой. Я там, когда общался с людьми, которые это понимают, они говорили, что в каждом штате, в каждой стране, ну, свои законы, да? По нашим законам, по нашим правилам мы можем дать, подать апелляцию на имея его бой. И они могут рассмотреть, например, в каких-то штатах в Америке, они не имеют права, там, они уже все, решение есть, они уже апеллировать не могут, да. Ты смотрел бой, имея его? Я смотрел. Ты слышал, как освистали решения судей в зале? Также возмущались на боях Адиса и Ибрагимова. Я смотрел этот бой тоже. Как ты считаешь, это произошло, потому что UFC проходил в Москве, и большинство зрителей, как бы, ну, были родные, соответственно, для бойцов? Или это действительно спорное решение? Ну, вот, что касается Имеева, это, конечно, очень спорное. Я бы, там, один судья вообще 30-27 дал, кажется. Они вообще, кажется, это единогласно вообще решили, что он проиграл. Ну, я, конечно, не согласен, потому что Имеев очень активен был. Да, ему переднюю ногу отбили, но Имеев, я видел, что он точно тяжелые попадания делал ему с рук. И валил тоже. Тот, да, на болевой заходил тот, но он сделал болевой ему. Как относиться к таким поражениям? Как морально пережить это? Ну, такие поражения, конечно, обидно тоже, конечно, с одной стороны. Человек знает, что он там сделал хороший объем работы, и он заслуживает там победу. Он не должен так сильно огорчаться, потому что люди знают, по идее, кто выиграл, да? Мы все видели, все смотрели этот бой. Тоже спрашивал, что на Шелби. Я говорю, что ты думаешь об этом бою? Он, говорит, я, говорит, ему, может, неудобно стало, он говорит, я не могу, говорит, ответить точно на этот вопрос. Говорит, да, говорит, очень спорный бой был. Я думаю, ему стоит просто собраться, тренироваться дальше. Никто не считает, что он стал слабый или что он там проиграл. Для нас он чемпион, и он должен идти дальше. Вы поддерживаете все его? Конечно, Хадис Ибрагимов, он, конечно же, он чуть подустал тоже, потому что он за две недели принял бой. Я не знаю, он профессионал, и такие ошибки он не должен, по идее, допускать, потому что у него первый дебютный бой тоже за две недели вышел, устал, попал на акклиматизацию. Все это понятно, я все понимаю, но второй раз, опять же, он уходит за две недели на бой. Так не делают профессионалы. Нужно время взять, изучить соперника, подготовиться и выйти туда, чтобы выиграть, а не чтобы подраться. По какому принципу в UFC решают, какие бои идут в прилимы, а какие идут в основной кард? Просто в этом турнире, в 245-м, для многих было непонятно, почему в основном карде люди, которые только недавно в UFC, а, например, ты и многие другие бойцы, которых наоборот ждали в основном карде, а не в прилимах. Может, это какая-то техническая ошибка тех матчмейкеров, которые ставят бои. Я думаю, это одно, когда в России турнир проводится, сможет наши российские промоутеры там составляют этот кард. Что касается меня, да, я много боев провел, я самый большой из российских бойцов я провел в UFC, но в последнем бою у меня было поражение, я ни с чем не спорюсь, что меня туда поставили пониже, хорошо, я согласен. Что касается Имеева, я вот это, честно сказать, не понял, Имеев парень уже там три боя подряд выиграл, или четыре боя, я точно не помню, он пришел всем одним чемпионом уже, с поясом, ему, конечно, нужно было дать должное, он первый бой вообще выступал восемь-четыре, он выиграл, поэтому Имеева, я считаю, он сто процентов должен был быть в основном карде. Что касается Зельми Мадаева, он сделал дебют, он проиграл, но он показал очень красивый бой. До этого у него предыдущие бои, все восемь боев нокаутом, он заслуживал там место, так как это зрелищный боец, и именно из-за этого ему дали там место подраться. У Копылова тоже было восемь-ноль, и восемь предыдущих он победил нокаутом, но он был в Прелимах. Копылов делал дебют, поэтому, может, его поставили в Прелимах, потому что это первый бой, те, кто ты выиграл за организацию UFC, это не считается. Для них, они смотрят каждого бойца, с кем ты дрался, там, кого ты выиграл до этого, кто он выиграл других. Это все там, за этим всем следят они. В этом турнире дали два бонуса. Это забит. Варим Чарипов, да? Да, и он действительно как бы показал красивый бой. И это Келвин Катар. Да. Очень странно, но было как минимум еще три-четыре очень ярких боя, но им бонус не дали. Это как-то заранее решается или по итогам уже окончания турнира? По окончанию турнира решается. Это был главный бой вечера, во-первых. Есть информация, сколько они заплатили бонус? 50-й штурм, по 50-й штурм каждому. Разве? Да. Сейчас, секунду. Мне почему-то казалось, сравнимую информацию нашла. Так-так-так-так-так-так-так. Да, 50 тысяч долларов. 150 тысяч долларов в каждом дает. Бой вечера, болевой вечера, нокаут вечера. Бой вечера кто двое сподрались, им обоим дает. Ну вот нету за нокаут вечера. Есть Анкалаев. Анкалаеву дали за нокаут, да? 50 тысяч долларов? Да. Отлично. Ну нокаут действительно был красивый. Да. Мы пишемся, да? Или вы стопились? Твой бой с Сергеем Хандошко. У тебя было вознаграждение 68 тысяч долларов, ну там плюс какие-то там что-то, Рибок от себя еще дает, что-то там что-то из-за снижения. Я перебью, эта цифра неправильная, беру какую-то информацию. Я сегодня разговаривал с одним из... Журналистов? Да, он сказал тоже, что им на почту рассылки проходят от UFC и оттуда они берут эти цифры. Ну это цифры неправильные. Они их занижают или занижают? Они занижают. Занижают. Ну, некоторых занижают, некоторых, как есть, пишут. Когда ты подписываешь договор, какое-то там неразглашение, там, денежных вопросов. Нет такого, да? Ну, то есть ты получил, в принципе, больше, чем 68 тысяч долларов. Это нормальная сумма для тебя? Ну, вообще это маловато, потому что я долго уже дерусь с UFC и будем обговаривать на счет нового контракта, чтобы они платили больше. На что живут бойцы в промежутке от боя к бою? В основном у нас есть свои там спонсоры. Кто спонсор, кто с зала там оплачивает там все расходы. Ну, в основном, или друзья, кто-то помогают. Вот так, в общем. То есть, как таковой ежемесячной зарплаты в UFC нету? В UFC сама организация не выплачивает. Там есть индивидуальный контракт с РИБАК есть, РИБАК могут там платить. А так, в основном, у наших ребят, я думаю, проблем нету с этим. Потому что много спонсоров, много кто помогает, много кто поддерживает. В нашей стране, особенно в нашей республике, любят этот вид спорта. В промежутках между боями ты находишься в основном в Дагестане или в Америке? В основном я нахожусь дома, потому что я в Америку уехать не могу. Почему? Ну, нет визы. У меня 5 лет назад еще проблема с визой началась. Есть какие-то моменты, из-за которых ты думаешь, что это могло произойти? Нет, я вообще не представляю из-за чего. Потому что у меня нарушений не было там, даже штрафов не было там никаких. Я вообще и налоги оплачивал вовремя, все по бумагам, все идеально у меня было. Не знаю, я не могу сказать, что какая-то проблема была, потому что не один. Если бы я был бы один такой, у кого нет визы, многих ребят я знаю, у кого нет визы, кто не может получить визу. И проблему никому не объясняют. Вот такая проблема в основном у ребят из Дагестана или там из других городов? Из других городов тоже есть, да. То есть это в целом отношение к России? Да, иногда бывает там у европейцев даже, что им визы не дают в Америку. Прекрасно. Ну вот, а все хотели Трампа, президента. Ну, у меня есть некий документ, который позволяет как бы легко ее приобрести. Может быть, решить вопрос таким образом. В следующий раз, когда вы получаете визу, там уже есть определенные моменты, когда можно подать на гражданство, купить недвижимость какую-то. То есть, ну, что-то сделать, social security себе организовать. Social security мне есть. То есть, social тебе все равно не дают визу? А какой у вас документ есть в уговорительных, которого вы можете, может, мне тоже поможет? То есть, есть social security, ты спокойно подаешь на green card. Вот, и как бы тебе обязаны в случае этого давать визу. Не знаю, у меня есть social security, я еще раз скажу, что я налоги тоже оплачивал. Это может быть такое, что вот россияне слишком много зарабатывают денег в UFC и чуть-чуть эту трубу газовую прикрывают? Нет, такого проблем нет, потому что есть ребята, которые намного больше, чем я зарабатывают. Поэтому... Всякие коммерсанты, политики, чиновники. И бойцы тоже больше зарабатывают, чем я, кто есть. И нет никаких проблем. Недавно все обсуждали фотографию Дона Уайта с Трампом. То есть, они вместе смотрят телевизор. Они дружат? Я думаю, да, потому что Дональд Трамп до этого, до того, как стал президентом, у него уже работал в разных сферах, там... Друзья, я знаю, что он занимался вот конкурсом красоты Мисс Вселенная. Да, он не только, он очень сильно любит бои. Я знаю, он участвовал, когда Федор Миляненко там выступал на одном из турниров. И так что мы его где-то видели, даже там видео есть, где он был, вот там, рестлинг-шоу американский. В американском шоу рестлинг-шоу даже он там был. Так что, ну, это неудивительно. Я думаю, они давно уже были знакомы и дружат. Есть в UFC ведущая Меган Оливи. У тебя с ней были какие-нибудь интервью? Не помню. Может, давно и было. Как ты считаешь, в чем твой главный потенциал, как у спортсмена? То, пока я, за счет чего я держусь, это, наверное, я сказал, за счет своего характера, может быть. Я пытаюсь как-то что-то доказать, в первую очередь, себе. Я пытаюсь быть там, находиться там, потому что у меня большие проблемы, например, с визой. У меня большие проблемы были и со здоровьем. Но я все-таки там, я все это продолжаю делать. Например, когда ты всю жизнь занимаешься этим спортом, ты большую часть своей жизни отдаешь этому делу. И у тебя есть определенная цель, твоя мечта находится там, в Америке. То есть, чтобы получить бой за пояс, тебе нужно, в первую очередь, получить визу. Да. И если у тебя будет виза, то есть шанс, что ты выйдешь на бой за пояс. В каком весе? Нет, такого нету, что я там визу получу сразу за пояс. То есть, проведешь определенный ряд поединков, да, и потом потихонечку выйдешь. Ты бы хотел пояс в каком весе? Нет, я в 77 сейчас выступаю. Если ради этого дела, я в 77 тоже спустился бы. То есть, ты готов подстроиться? Да. Какой твой главный девиз, который помогает тебе двигаться всегда вперед? Ну, я просто люблю свое дело. Я люблю выступать именно в этой организации. Если я был бы в другой организации, я, наверное, уже не выступал бы столько и не трудился бы. Ну, не знаю, вот. Я, наверное, больше ничего не умею делать, кроме этого. Кто твой самый главный болельщик? Это мои родители. Родители смотрят бои? Я их постоянно прошу, чтобы они не смотрели, но... А результаты ты общаешь сам? Да. Отец и мать очень сильно переживают. И я боюсь за их здоровье. Братья и сестры. Кстати, сколько у тебя братьев и сестер? Я знаю, что родных, по-моему, два, да? Три старших брата. Три старших брата? Три старших брата тоже старших. То есть у вас пятеро? Да. Кто, кому больше помогает? Ты им помогаешь или они тебе? Все друг друга поддерживаем. Бывают такие моменты, что деньгами не поддержишь. Да. У нас, когда я дома бываю, мы родители собираемся там неделю раз. И все вместе, все с семьей, все племянники там. И очень хорошо проводим время. Ты в Дагестане живешь в квартире или в доме? В квартире. Я знаю, что там больше любят в доме, потому что можно и хозяйство держать. Думаю об этом. В ближайшее время я думаю, что я в частный дом перееду, так как я сам вырос в селе. У тебя сейчас два сына. Или уже есть еще какое-то пополнение? Да, и дочка тоже есть. То есть ты самый идеальный набор. Или хотелось бы два сына, две дочки? Еще не предел. Мальчики занимаются спортом? Маленькие пока, но они постоянно... Говорят на тренировках, чтобы с собой забрали. Уже в следующем году я мальчика отправлю и на плавание, и на гимнастику. А вообще ты бы хотел, чтобы... Какой вид спорта они изучали? Ну, мне нравится вольная борьба, потому что они физически крепкие, развитые будут. А потом дальше что выберут сами? Да, конечно. То есть даже если сын выберет бокс, ты одобришь? Да. Но это очень травмоопасно? У нас много хороших боксеров. Все очень успешные и нормальные ребята. И что-то со здоровьем таких проблем нет. Да, говорят, что там боксер, он там по голове много получает, пробивается голова, все такое. Не знаю, боксеры, мои знакомые, очень даже умные ребята. Я просто назад так сделал, забываю просто. Периодически в комментариях твои болельщики, фанаты расспрашивают у тебя о семье. Фотографии с семьей ты не выставляешь. Детские фотографии нежелательно выкладывать, потому что могут сглазить, лучше уберечь. Это не говорит о том, что там что-то плохое подумают. Бывает, хороший глаз тоже бывает. Поэтому лучше их уберечь от этого. Но вообще в дальнейшем, когда они уже будут подрастать, ты бы, в принципе, уделился им фотографиями? Да, если заслуживает, да. А так пусть сами заслуживают. И пусть папа там их не хвалит и не раскачивает, а сами пусть себя. Какой ты отец? Я, наверное, буду строгий отец. Сейчас, пока они маленькие, эта строгость не проявляется? Нет, пока они маленькие, они не понимают даже, что это такое. Им лучше объяснять. У тебя достаточно времени проводить с ними, воспитательные работы, заниматься ими? Не так много времени бывает. Вначале вообще, когда мальчики чуть помоложе были, они отвыкали, потому что я на сборах уезжаю. Я там по несколько месяцев у меня не бывает, потом я приезжаю, потом они уже, я вижу, что чуть отвыкают. Ну, быстро отвыкают. Сейчас уже постоянно, если в отец, то ждут меня. Вот для тебя важно, чтобы кто-то из семьи присутствовал у тебя на бое, братья или там, ну, отец, я знаю, ты говоришь, что ты вот, наоборот, переживаешь за его здоровье, а вот кто-то из старших братьев, бывает так, что они приезжают на твои бои? Да, мои братья приезжают, да. И каково это, мандраж? Не думаю, нет, нормально. Они не укрикивают, Рустам, смотри нам, только победа. Нет. Домой, не возвращайся без победы. Нет, они нормально к этому относятся, они говорят, ты, главное, ты знаешь, что ты на совесть потренировался, ты подготовился и результат уже от Всевышнего. Так что, твое дело быть и было, кажется, до конца полностью отдать себя. Сейчас твой бой с Сергеем Хандошко, это был первый бой в БЮСИ с Россиянином, то есть все твои бои были с иностранцами, и ты не очень хотел этого боя, и как оказалось, что менеджер Сергея настаивал на этом бою. Да. Как по итогу, вот после боя, вы пожали друг другу руки, как пообщались? Вообще, этой ситуации, мы вначале с ним, конечно же, мне это все не понравилось. Если это был бы другой российский боец, я бы точно себя так же и повел бы. Там говорят, я там начал толкать его на взвешивание, я там на стердауне себя неприлично вел, там понты были, неуважение было. Я, в моем мнении, было, он помоложе, чем я, и он этот бой захотел, он принял этот бой, он хотел тест, я не знаю, для себя или для кого, для меня. И, конечно, мне это все не понравилось, меня это как-то задело даже. Я еще раз говорю, я вообще не искал этого боя, я не хотел драться там именно с российскими. Если я хотел бы, я сказал бы своему менеджеру, давай мне российского бойца, я хочу вот с кем-то из России подраться. Есть такое, что молодые бойцы хотят на топовых громких именах подняться в рейтинге, то есть они просят таких бойцов специально для того, чтобы потом быть на другой уровень. Да. И как к этому относятся в дивизионе UFC? Те же самые бойцы, это же не очень красиво. Они не принимают, основном, такие бои вообще, когда, например, молодые бойцы или даже там кто ниже рейтингом, они, например, пытаются вызвать там кто-то в топах. Тот, кто в топе, он пытается еще кого-то в топе вызвать. Потому что они говорят, для меня этот бой с ним не выгоден. Также для меня тоже не был выгоден этот бой, потому что Сергей там один бой с его провел. Если бы он меня выиграл бы, там, да, они там начали бы говорить, его оценивать там, а меня, наверное, вообще списали бы, так я думаю. Но я-то в себе не сомневался. Вы все, в силу того, что вы уже такие известные медийные бойцы, узнаваемые, вы несете определенный посыл в массы, в молодежи. Как бы ты выразил сейчас свой посыл для подрастающего поколения, которые смотрят на тебя, равняются и хотят так же выступать в UFC? Если они хотят так же добиться успеха, выступать в лучшей организации, то для них нужно больше тренироваться, конечно, это в первую очередь, все мы знаем. Там, ну, тренировками тут не ограничиться. Сейчас такое время, что в основном все в социальных сетях сидят, стараются не то, чтобы там потренироваться, а красиво показать себя в Инстаграме, там, ролик сделать, снять. Об этом не должны вы думать в зале, когда вы находитесь, вы должны трудиться, ни о чем не думать, ни об Инстаграмах или красивых историях, фотках там. Это все надо ставить на второй план. Поэтому от таких вещей надо себя уберечь, надо жертвовать многим, чтобы добиться успеха. Я, когда был молодой и тренировался, бывало, что там ребята говорили, пойдем сегодня вечером куда-нибудь сходим. И я говорил, мне до этого там на тренировке надо. Я все оставлял и шел спать, потому что я знал, мне нужно утром встать и пойти на тренировку. Именно такие вещи тебя делают сильным. Ты должен чем-нибудь жертвовать. О том, что у нас много в зале людей было, у нас больше ста человек в зале было, когда мы начинали. И именно добились успеха все те, кто пошли до конца. Пальцами можно посчитать, сколько у нас ребят осталось из зала. Те, кто не отступили, те, кто не подумали, о, этими тренировками я там не могу свою семью прокормить, что мне нужно делать. Мы об этом не думали, у нас, да, семьи не было, но у нас хватило и денег, у родителей тоже много денег не было. Но мы все равно тренировались, мы не отступали. И все добились успеха. У всех все отлично, все хорошо. Потому что мы от всего отказались, выбрали свой путь. Советую. Если вы хотите добиться успеха, идите вперед только, назад не оглядывайте. Руслан, посмотри, как похорошела Москва при Собянине. Какая красивая стала. Хотела бы ты переехать сюда с семьей? Да, Москва красивая, город большой. Мне здесь нравится. У меня здесь много друзей живут. Я часто сюда приезжаю, к ним, и, конечно же, я был бы не против жить в Москве. Пробки, суета тебя не смешают? В большом городе без этого никак. Так что это, я думаю, нормально. Если все-таки получится сделать визу, хотел бы ты как-то перебраться в Америку? Нравится тебе там уровень жизни? Я, если визу я сделал, я туда поехал бы только ради тренировок. Я бы жить никак там не остался бы, и в течение пяти лет, пока я там жил, у меня не возникла ни один день мысль, чтобы я там остался жить. То есть, вне зависимости от того, какой это будет штат, даже хоть в Сан-Франциско, хоть в Л.А. Для меня важно, чтобы я был в кругу своих родных, близких и друзей. А там нет никого, поэтому лучше среди своих родных. А образование, ты считаешь, лучше у них, чтобы дети получали, или в России? Образование у нас тоже уже неплохо получают в наших учебных заведениях. Поэтому, я не знаю, если человек сам старательный, он наберет максимально знаний, сколько ему нужно. Так что, я думаю, у нас тоже нормально. Ну, говорят, что в Дагестане для молодежи почти нет будущего. Что ты там либо именитый спортсмен, и ты идешь на международном уровне дальше, либо устроиться на работу там практически невозможно, там маленькие зарплаты. Я не знаю, что говорят, но я живу в Дагестане, я в Махачкале пока нахожусь. Я вижу, что у нас очень много ресторанов в городе, и у нас очень красиво в Махачкале. И всегда рестораны, всегда полные, битком битые, забитые. Если у людей нет денег, и там плохая жизнь, тогда как они там живут? Я бы не сказал бы, что там... Как-то все плохо. Да. И молодежь тоже у нас шустрая. Когда даже кризис где-то касается в стране, я вижу, что у нас это особо не чувствуется. Люди как-то стараются там какой-то свой бизнес сделать. Крутятся. Да, конечно. Когда ты планируешь следующий бой? Я бы хотел выступить в марте примерно. Турнир будет в Лондоне. И это будет до Рамадана месяца. В Лондоне визу получить тоже непросто? Ну, в Лондоне проблем не было до сих пор визу получать. Ты не переживаешь? Нет. Сейчас ты приезжаешь в Дагестан с победой. Будет, наверное, какой-то праздник в честь этого? Нет, я думаю, я так особо никому не скажу, что я приезжаю. Главное, чтобы там братья приехали и друзья. И хэнкал. Жена обычно радуется твоим победам. Она поздравляет тебя. Она следит за этим? Конечно, семья следит. И, естественно, все радуются. Она разбирается уже. Просто мы тебе желаем только успехов. Но я бы, наверное, была такая жена. Без победы не возвращайся. Девчонки, не берите с меня пример. Девчонки, не берите субтитры, а не берите субтитры.